ну и началась эта война ну и сразу пришел вообще сомнений никаких не было чтобы понимать я принципе мы ждали те кто уже там были у меня много товарищей войну принципе ждали в своей мере не до конца не верили это многие не верили но это определялось в моем случае просто я спал ну уже 23 уже было все понятно спал там слышу ракета летит там пять утра перевернулся на следующий бой на другой бок и дальше спать потому что я знал принципе что делать я с утра проснулся там поел и начал обзванивать своих людей куда у меня было три выбора по большому счету эту добровольческие отряды зсу и тероборона ну я вот и обзвонил там 45 человек которые там куда-то направлялись но поскольку на мой самый лучший товарищ по войне находился добровольском отряде плюс к этому моменту же стало ясно что зсу там и очереди и проблемы ты его это вообще на тот момент ну непонятная структура раздают оружие это первый день ну и на следующий день я встретился с людьми с добровольческого отряда мы выехали в днепропетровск посидели там пару дней вернулись киев это на четвертый день войны потому что это оказалось пригласили непонятные были разговоры никто там добровольческие отряды хаос и с этого момента находился сначала броварах с отрядом добровольческого потом попал удивительным образом с бориской зариспольским добровольцем с бориской польским террорабороны она такая полуофициально вообще там третья степень там же нас наградили с этими первыми степенями первая степень террорабороны это бригады 2 степень то есть фактически хаос страшнейший 2 это там какие-то городские мэры формируют и третье это вообще добровольцы которые до конца еще не доформировалась на тот момент ну и мы зашли вот как раз зашли село лукаши есть такое баржевский район если кто знает там россияне как раз продвинулись они двигались на бровары на стороны с перемога гуголью туда шли с той стороны шли с дыммера а здесь они продвигались карты трассе наши взорвали мост перед перед барышевкой большой и оставалась тиразона несколько дней вообще никем не контролируем это есть 20 километров чтобы понимали перед городом не было вообще никого ну то есть не с бронесилой провести вы стояли на речке там я не знаю какая-то после это и с отрядом бодобровск практически там но это не было так спонтанным или не организованы то есть собрались люди о чем вы говорили свободные люди как называетесь правый сектор мятный войнком трубеж трубе ждала трубе же да 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 там вот собрались фактически если уж идти и открыть так сразу говоришь у командиром этого батальона 9 был это был разбейник и чтобы понимали то есть она той самый разбейник которые какие выйды вы какие выйды вон он был секретарь хум ты сейчас советник там мэра он на первый день получил оружие ствол стволов на свои инициативы то эти же о чем вы говорили горизонтальные связи вам бы может и его интересно он конечно негативист очень страшно там невозможно слушать все будет негативно то есть и он суда с то есть вашей частично там барыши с катер обороны на нас провезла батальон шериха мансура зашли в село лукаши прямо напротив то есть мы лукаши лукьяновка это половина лукьяновка это уже россияне конкретно войска рудницкой справа тоже россияне сухолучье там село какое-то остролучье по моему это контролировали с бронесылы там с кем-то с какой-то терроброна справа стояли уда ну формально стояли потому что людей не хватало чтобы первую понимать первую ночь мы ночевали 18 человек то есть а в них стояло победе там 500-11 техники это не при уменьшение мы потом объезжали уже после освобождения территории то каждый через двор там стояла просто видно выворачены и там где-то в басане еще 300 единиц техники раз это не через вы заходили постоянно через припутни на но вода но это нова дорога плыка дорога потом на новый быков они заходили до прилуцкая трасса в принципе хорошее место для них они поставили это и вот мы 18 потом подтянулись бронесилы потом подтянулась ну короче подтянулась об этом и хотелось будем говорить мне кажется вот это важно какие то мы как отряд терроброны там простояли до 24 числа 24 числа вместе с другими отрядами терроброны из ссу взяли лукьяновку это одно из самых первых я считаю это я не реальных боевых столкновений освободили прямо в лобовой атаке фактически от врага это 24 марта 24 марта марта то есть мы зашли потом меня ранили там легко я река там тяжелее мы были пока больницы россияне уже ушли и мы поехали потом уже посмотреть там что там были говорили с местными там смотрели торфеют и прочее и потом вернулись и потом я уехал запорожского